Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Кубани, заявил Следственный Комитет России, не назвав имя этого человека. По данным телеграм-канала «База», им является Самир Юсубов. На опубликованном видео он признал, что указанный грузовик принадлежал ему, но отверг причастность ко взрыву. По словам молодого человека, он живет за границей, а фурой пользовался его дядя, который не выходил на связь с семьей уже несколько дней. Взрыв на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Краснодарским краем, произошел на рассвете в субботу, 8 октября. По разным данным, погибло от трех до шести человек. Российские власти их имена не называют. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего дело по статье «Терроризм». Президент страны Владимир Путин публично прокомментировал случившееся только 38 часов спустя. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация, говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. По версии Следственного комитета, на мосту взорвалась фура с грузом. Ведомство утверждает, что его маршрут пролегал в том числе через Болгарию, Грузию и Армению. Российские таможенники проверяли груз в Северной Осетии, после чего его доставили в Краснодарский край. В Армавире, по неподтвержденным данным телеграм-каналов, его погрузили в фуру, нанятого через интернет местного жителя Махира Юсубова. Президент России Владимир Путин обвинил в организации взрыва на Крымском мосту украинские спецслужбы. Киев официально не брал на себя ответственность за произошедшее. Например, Минобороны Украины после взрыва лишь заявило, что исчез второй символ российской аннексии полуострова, напомнив, что перед этим в Черном море был уничтожен ракетный крейсер Москва. Крымский мост был открыт в конце 2019 года. Из-за его строительства и использования прокуратура Украины возбудила уголовные дела. США и Европейский Союз вывели санкции в отношении причастных к возведению сооружения. Генеральная ассамблея ООН расценивала мост как фактор милитаризации. Глава Чечни Рамзан Кадыров оправдал массированные ракетные удары по украинским городам. В своем телеграм-канале он заявил, что теперь на 100% доволен тем, как российская армия ведет боевые действия, высказал оскорбление в адрес президента Украины Владимира Зеленского и предложил ему покинуть страну в сторону Запада. Российские военные утром 10 октября нанесли десятки ракетных ударов по крупным городам Украины – Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим. На момент публикации этого видео известно о 19 погибших и более чем сотне раненых. Президент России Владимир Путин заявил, что удары наносились по объектам энергетики, военного управления и связи. Однако в Киеве снаряды упали рядом с детской площадкой, в районе пешеходного стеклянного моста, а также повредили крышу и окна центрального вокзала. Кроме того, пострадали Киевский национальный университет, здания научной библиотеки и многоэтажные дома. В Днепропетровске повреждены жилые кварталы и остановки общественного транспорта, а также пассажирский автобус. В центре Запорожья ракета попала в пятиэтажку. За день до этого Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с материковой Россией. Эксперты отмечали, что мост использовался для снабжения и вооружения российских частей на фронте. Рамзан Кадыров ранее не раз критиковал командование российской армии. В частности, он выражал недовольство отступлением из Лимана и Харьковской области и призывал использовать против Украины ядерное оружие. Еще весной Кадыров требовал, чтобы война проходила не только на востоке страны, но и на всей ее территории. Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал Кадырову исключать эмоции при оценке военных действий, а также напомнил, что главы регионов не определяют внешнюю политику государства. В Украину прибыл бывший командир воевавшего в Сирии чеченского отряда Аджанат Аль-Кавказ Рустам Ажиев, более известный как Абдул-Хаким Шишаний. В России его подразделение признано террористическим. Ажиев намерен воевать с Россией в составе ОБОНа. Это ичкирийский отдельный батальон особого назначения, входящий в Украинский интернациональный легион. Первым о появлении чеченского командира в Украине сообщил телеграм-канал «Чеченцы в Украине». По данным Кавказ Реалии, Ажиев планирует собрать в Украине до половины своего отряда. Это несколько сотен бойцов. О создании ОБОНа этим летом объявил премьер-министр непризнанной Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев. Этот батальон стал четвертым чеченским подразделением, воюющим на стороне Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении двух командиров ичкирийских отрядов. В июле представители этих подразделений заявили о начале подготовки вооруженного подполья в самой Чечне против режима Кадырова. Рустам Ажиев воевал в Сирии против правительственных войск Башара Асада, которых поддерживает Россия. Его группа «Аджнат-аль-Кавказ», что в переводе означает «солдаты Кавказа», была крупнейшим объединением мусульман-представителей стран бывшего Советского Союза. Отряд «Аджнат-аль-Кавказ» является независимым джамаатом. Это означает, что его члены не находятся в подчинении у других группировок и не присягали им на верность. В 2017 году Ажиев заявил о прекращении своего участия в войне в Сирии из-за внутренних конфликтов среди джамаатов. Год назад полиция Турции задержала людей, которые готовили покушение на Ажиева. В чеченской диаспоре говорили, что за его убийство должны были заплатить несколько миллионов долларов, поскольку в этом якобы был заинтересован не только Кадыров, но и российские спецслужбы. Часть добровольцев из Чечни становятся наемниками так называемой ЧВК «Вагнера». Это выяснило издание «Важные истории», изучив список из 2500 человек, отправленных на войну из республики. Их имена и личные данные опубликовала разведка Украины. Редакция «Кавказреалии» ранее верифицировала список наемников из Чечни. Журналисты «Важных историй» поговорили с 15 людьми из этого списка. Некоторые из них подтвердили, что формально числились в Росгвардии, а по факту были частью отрядов ЧВК «Вагнера». Это неофициальное военное подразделение России. Оно не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. В конце сентября близкий к президенту Владимиру Путину предприниматель Евгений Пригожин впервые публично подтвердил свою причастность к ЧВК «Вагнера». Пригожин известен как повар Путина и друг главы Чечни Рамзана Кадырова. В октябре они вместе критиковали командование армии России за отступление в Украине. Собеседники важных историй утверждают, что кадыровцы не воюют на передовой, а находятся на третьей линии фронта, в основном снимая видео для соцсетей и покупая трофеи. Чеченские подразделения еще весной получили прозвище в СМИ «ТикТок войска». Кроме того, так называемые «добровольцы» из Чечни подтвердили проблемы с выплатами после ранения или смерти. Например, одна из вдов вместо обещанных 7 миллионов получила из регионального бюджета 70 тысяч рублей на похороны. Ранее из Чечни уже поступали жалобы предполагаемых наемников на проблемы с получением обещанных денежных выплат и медицинской помощи. Собеседники издания «Важные истории» упомянули и о потерях, которые скрывают чеченские власти. По словам одного из добровольцев, из полка в Запорожье, численность которого достигала полутора тысяч человек, в живых осталось только 76. Поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями и близкими и подпишитесь на Кавказ Реалии, чтобы быть в курсе главных событий на Северном Кавказе.